В эфире студия репортер с Дмитрием Богомоловым. Одесские тайбоксеры успешно выступили на чемпионате Европы во Франции. В активе представителей нашего региона пять медалей. Две золотых медали, два серебра и одна бронза. Сегодня у нас в гостях обладатель золотой награды чемпионата Европы, уже второй для себя золотой награды, а также студент Одесской евроакадемии Олег Гута. Олег, здравствуй. Поздравляем тебя с чемпионством. Поделись с нами эмоциями, как удалось выиграть уже второй для себя чемпионат Европы и покажи, пожалуйста, свою золотую медаль. Подготовка проходила, двухнедельная подготовка перед чемпионатом Европы непосредственно в Одессе. Сборы прошли достаточно хорошо, ребята все были готовы, тренера работали над, следили за всем процессом. И это очень важно. И как бы все процессы, все контролировались. Это был сложный чемпионат, так как страны с каждым годом, разные страны набирают больше оборотов, больше опыта, больше тайландский бокс развивается во всем мире. И то есть конкуренция растет. Второе золото в твоей карьере сложнее далось, чем первое? Или же уже набранный опыт дал о себе знать и чувствовалось? Сложнее, так как первое золото я завоевал в 2014 году в Польше. И тогда весовая категория была 48 килограмм. Ну тогда у тебя было 17 лет. 17 лет. А за три года поднабрал, рост вытянулся и весовая категория изменилась до 67. И как бы тяжелее уже. Там и другие удары более чувствуются и другая скорость идет. Мы знаем, что в твоей весовой категории также выступает еще один талантливый одесский тай-боксер Куляба. Почему он не поехал, скажем, на чемпионат Европы в этой категории? У него пауза сейчас после всемирных игр. Он выиграл всемирные игры и завоевал золото. И у него сейчас такой перерыв небольшой. Расскажи подробнее о самих поединках. Сколько ты их провел во Франции, в Париже? Покажи медаль, которую завоевал в финальном бою. Как она тебе далась? Расскажи про сами поединки. Это золото, за которое я боролся на чемпионате. Было в весовой категории 6 человек всего. И получилось по жеребевке, что я прошел по длинной сетке. Три боя провел. Первый бой попался на португальца. Португалец довольно опытный. Хороший боец. Первый бой, наверное, скажу, самый тяжелый был. Так как мы прилетели в воскресенье, а в субботу мы прилетели. И было у нас до боев три дня у меня был перерыв. То есть без боев, без тренировок таких особых каких-то сильно. Тренировались мы каждый день, но не в таком темпе, как на сборах. И тяжело было включиться в первом бою. Надо было продышаться, прочувствовать ринг, вот эту всю обстановку. И с каждым боем как-то уверенность больше чувствовалась. Второй бой я вышел на русского спортсмена. Он, в свою очередь, выиграл бой у белоруса. Потому что белорус непростой был. И в финале мы встретились с французом. Француз во Франции дошел до финала. Патрис Мотиас, известный французский тайбоксер. Расскажи по раундам, как развивались события. Какие раунды тебе больше дались, какие меньше. Знаем, что во всех жюри отдали тебе преимущество. И по очкам удалось победить. Но по личным ощущениям, как бой развивался? Он с первого, вот французы, у них такая манера боя сейчас. Все время идти вперед, то есть до конца, неважно. Даже если ты проигрываешь два раунда, вот как у нас говорят, вот третий раунд просто иди подерись. И вот с первого раунда он мне, да, он мне попытался оказать напор сильный, пойти. Но у нас, у меня свои преимущества, свои задачи, план. Мы с тренерами обсудили еще до боя. Мы знали, ну, мы знали манеру боя француза. То есть моя задача была держать на дистанции и, в принципе, пользоваться тем, что я левша. Заходить все время за переднюю ногу, не давать сокращать дистанцию. Какие были самые сложные моменты в этом поединке финальном? Честно, даже не скажу. Вроде вот по бою чувствовал себя уверенно. Ну, вот второй раунд был еще спорный. Тяжелый. Потому что он начал поднимать темп и надо было немножко перестроиться. Ну, успешно вроде. Что тренеры подсказывали в перерывах? Все время держать дистанцию, бить левым коленом, не давать на сближение подходить. И все время смещаться за переднюю ногу. Нервозность у соперника чувствовалась? Я не ощущал, я как-то не обращал на это внимания. Даже поддержка публики со стороны Франции, ну, меня не смущала никак. Мы знаем, что в целом результат сборной Украины на этом чемпионате 9 медалей. 3 золота, 3 серебра и 3 бронзы. Из 10 человек, которые отправились в составе сборной Украины, сразу 7 представляли наш город, Одессу. И в активе Одесситов 5 медалей. 2 золота, 2 серебра и бронза. Также золотым чемпионом стал Михаил Василиогло. Серебро досталось Валентину Булату и Роману Вагилевичу, а бронза – Виктория Иванец. Вот расскажи в целом о выступлении команды, как поддерживал партнеров, кого можешь выделить, как Василиогло добыл тоже золотую медаль. Миша очень трудолюбивый спортсмен. Он сейчас, мне кажется, на пике своей карьеры. Вот у него вот сейчас только вот пошло все. И я думаю, что он дальше так и будет продолжать. Ребята в основном все выступили хорошо. Очень приятно было, что к нам приехал Геннадий Леонидович на бои. Это тоже какая-то поддержка и ответственность такая чувствовалась. То есть дойти до финала и выиграть, и ощущать вот эти эмоции, когда играет гимн Украины. Гимн страны, флаг поднимается. То есть и рядом стоит мэр города и президент федерации. И очень как-то значимо для нас чувствуется. На самом деле это очень большая гордость, золото чемпионата Европы. И для университета, в котором ты учишься, детская юракадемия. Расскажи, насколько помогает поддержка, насколько этот багаж знаний, приобретенный на кафедре международных правовых отношений, насколько помогает на турнирах, выходя в ринг, насколько чувствуешь поддержку? Всегда поддержка присутствует просто огромнейшая. И преподаватели поддерживают, всегда идут навстречу. И Сергей Васильевич все время следит за этим и развивает у нас и спорт, и в академии. То есть спортсмены в академии у нас очень ценят наших спортсменов. И очень приятно, и декан, все время, если есть возможность какая-то, то всем помогут. Это и поддержка, конечно, колоссальная. Расскажи про условия, про тренировочную базу и вашей федерации в целом. И насколько вот то, что появляются новые залы, открываются возможности для занятия спортсменов и на базе Одесской юракадемии, и Международного гуманитарного университета. Насколько это, ну, у вас способствует массовости спорта? Вот, наверное, за последний год вот так вот начали сильно очень уделять внимание спорту в Одессе. Всегда уделяли, но вот последние пару лет он начал очень быстро развиваться. Я слежу за тем, что очень много залов и открывают и тайландского бокса, и вообще залов, и в академии открывают, ну, новые какие-то занятия у нас появляются. То есть в спорту в Одессе продвигается, ну, это очень здорово, потому что ребята молодые могут себя попробовать в чем-то и потом к этому стремиться. Есть цели, появляются какие-то новые цели у ребят. Несмотря на два золота чемпионата Европы уже и бронзу чемпионата мира, ты все же остаешься спортсменом, который развивается по возрасту, еще являешься студентом, но при этом мы знаем, что ты уже и занимаешься тренерской деятельностью. Насколько это помогает в твоей карьере? Насколько общение с детьми добавляют, ну, какого-то морального аспекта? Вот в плане того, что во время турниров замечаешь какие-то моменты, которыми можно поделиться с детьми потом на тренировках. Да, ну, я помогаю своему тренеру Наталье Коган в детской группе тренировать и иногда подменять где-то на взрослых. То есть что-то интересное новое узнаешь, и потом донести это до ребят, и ребятам интересно, и тебе какой-то тренерский опыт в будущем, то есть это всегда может пригодиться. То есть если где-то тренировать кого-то, начинать или открыть собственную группу и сейчас получать вот такой вот опыт с детьми работать, это очень здорово. Школа тайландского бокса Одессы уже известна по всему миру. Множество чемпионов и мира, и Европы развивают себя и в профессиональном тайландском боксе, выходят на ринг. И в К1 мы можем вспомнить Артура Кишенко, воспитанника тоже одесской школы тайландского бокса. И сейчас и Константин Тришин, и Куляба, и Цотни Рогава очень часто побеждают на ринге, на профи-ринге. Расскажи про свои стремления, к чему будешь стремиться, и когда ожидать тоже возможных выходов на профи-ринг? Ну, максимально хотелось бы добиться полюбителям. Это все-таки стать первым на чемпионате мира среди взрослых и поехать на Всемирные игры. А в 2024 году в Париже будет Олимпиада, и мы надеемся, что тайландский бокс включит в Олимпийскую систему и есть все шансы туда поехать. А вот про Всемирные игры. Мы знаем, что наши спортсмены очень хорошо выступили. Как их встречали? Насколько такие успехи влияют на развитие тайландского бокса? Для Украины это вообще весомый вклад, что тайландский бокс вот так вот продвинул на пару ступенек выше Украину вообще на Всемирных играх. Спортсмены наши заняли первое место командное в тайландском боксе, то есть Украина стала первой. И вот сейчас, по прошествию последних Всемирных игр, и вот как-то выходить на Украину, это уже считается опасностью такой небольшой. Ну и напоследок эфира несколько слов для телезрителей, которые не настолько хорошо разбираются в спорте и просто следят со стороны. Про специфику тайландского бокса. Скажем так, отличие от классики, от других видов единоборств, учитывая возможность использовать удары ногами, коленями, локтями. Вот в чем для тебя главные козыри этого вида спорта? Почему, ну, вот если вспомнить начало твоей карьеры, когда ты только пришел в секцию, может быть, занимался, что понравилось в тайландском боксе? Можно использовать почти все удары, ну, то есть смешанное единоборство, и при этом жесткость, сама жесткость ударов, то есть темп, динамика, работа отличаются от других видов спорта по, наверное, силе вложения ударов и по темпу боя. То есть, вот, наверное, этим и цепляет. Плюс еще можно работать в клинче. Ну, такая динамика боя мне подошла. Ну, учитывая удары ног, иногда не так просто подобраться в ближний бой. Да, да, надо уметь и сокращать дистанцию, и разрывать, и подойти. То есть, правильно построить бой. Ну, это, грубо говоря, игра в шахматы, только на ринге. То есть, все движения. А ребятам я бы хотел сказать, что любой спорт, любое какое-то действие, ну, занятие, которое вам нравится, идите, добивайтесь, пробуйте себя в чем-то новом. А, как говорится, каждая победа рождается с мечты. Мечтайте, стремитесь к этому и прилаживайте усилия, тогда будут результаты. Большое спасибо, что пришел к нам в студию. Еще раз поздравляем с этой золотой наградой чемпионата Европы. Сегодня у нас в гостях чемпион Европы по тайландскому боксу, а также студент Одесской евроакадемии Олег Гута. Спасибо. Вы смотрели программу «Студия Репортер». Меня зовут Дмитрий Богомолов. Оставайтесь с нами и живите спортом. Продолжение следует...